Люди, я не знаю, как это даже назвать, то есть по доброте души делают, наносят вред животным. То есть они решили, что мать их бросила, подобрали и принесли в егерскую службу. Хотя мать их не бросала, он просто прячется под куст, она делает круг, забирает его и уходит. Но почему-то люди считают, что мама его бросила, если они его спугнули, и она ушла. Они попали к нам, им было меньше недели, было трое, девочка умерла. Еле-еле выхаживали, ну их вообще тяжело приучить к нашему питанию после мамы. Когда один у нас был трошка лось, 5 литров мы как-то выкручивались, два это уже 10 литров в день козьего молока. Это вот тяжеловато. Во-первых, даже найти, потому что у нас его здесь нет. Магазин на ней не пьют совершенно, поэтому мы сейчас пробуем заменитель козьего молока. Ну, девочка пьет, мальчик совершенно не хочет. Основное молоко, конечно. Ну, они все едят. Сено едят, ветки едят, траву едят. Выпустят на следующий год, когда листва появятся. То есть они уже окрепнут, будут большими. Они будут килограмм 250, выше этого забора. Мы не конкретно в лес выпускаем, мы выпускаем в частную закрытую зону. Но там территория очень большая. То есть если у них желание возникнет уйти вообще в лес, они могут спокойно уйти. Продолжение следует... Продолжение следует...